дорогие мои везунчики рады приветствовать вас на канале наталья мастерс и сегодня я вам покажу один из самых самых красивых объемных простых узоров для того чтобы связать шарф будем вязать шарф я вам скажу сколько набрать петель какой использую пряжу какое количество пряжи нам понадобится это что-то невероятное обязательно попробуйте скорее несите пряжу спицы и наслаждайтесь процессом я собираюсь использовать 8 9 клубков для длины шарфа метра полтора пряжи монсеррат эта пряжа хороша тем что она очень очень нежная и шелковистая мягкая и вообще не кольца она недорогая белоснежный монсеррат от сиам спицы рекомендованы пять с половиной шесть и состав 55 процентов мериносовая шерсть 45 акрил высококачественный я вижу на спицах лантерну номер шесть удобно для вязания шарфа именно эти спицы коротенькие получаю огромное удовольствие я хочу получить длину шарфа полтора метра ширина составляет 38 сантиметров шарф драпируется очень-очень здорово получится теплым воздушным и мои планы входит шапочка к этому шарку контрастный объемный диаметр 19 сантиметров белый енот может быть я буду такой помпон использовать либо контрастный может быть такой посмотрим пыльная роза любой помпончик украсить шапочку и в итоге у меня получится комплект или натуральный самый популярный оттенок раппорт узора составляет три петли мы набираем столько раз по три петли сколько нам необходимо красивых дорожек узор 3d тянется во все стороны эластичной по сути это резинка объемная я для своего шарфа набрала 15 раз по 3 плюс 2 кромочные по желанию вы можете украсить еще и кисточками шарф начинаем с установочных рядов но без кисточек красивая окончание шарфа и начала и конец я наберу для того чтобы показать вам узор 5 раз по 3 соответственно 15 петель и 16 17 это кромочные набираем набираем обычным способом 17 петель и вяжем два ряда лицевыми петлями это установочные ряды кромочные петли мы будем снимать первую и провязывать изнаночной последнюю петлю провязываем а я хочу с радостью сообщить вам что вчера стартовали беспрецедентные тотальные распродажи в нашем магазине продлятся они до черты пятницы 11 11 до 11 ноября и большинство товаров с огромными скидками и тридцать и пятьдесят процентов сейчас на распродажах горячее время нашем магазине и латерн мун кстати и ате спицы тоже все подпало под распродажу очень-очень много товара выставлено и каждый день мы добавляем новое 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 подкидываем дрова в костер в камин распродажи поэтому пользуйтесь такой возможностью необыкновенной а тем временем я заканчиваю провязывать установочные ряды и мы приступим к узору последнюю кромочную провяжу изнаночные сам узор супер просто вяжется снимаем кромочную у нас три петли раппорта пропускаем первую петлю заводим спицу после нее и вытягиваем петлю далее не снимая первую петельку за задние стенки вторую и первую петлю провязываем лицевой за задние стенки снимаем возвращаем обратную петлю на левую спицу и еще раз за задние стенки вместе провязываем таким образом накид и мы восстановили три петли раппорта повторяем заводим за первую петлю спицу вытягиваем далее провязываем 2 вместе возвращаем на спицу и еще раз провязываем 2 вместе накид и повторяем раппорт вытянули провязали вернули провязали накид вытягиваем петельку провязываем возвращаем и провязываем благодаря этому шарфа очень необыкновенно эффектный объем получается в дорожках и красивая сеточка между дорожками узкая четко наконец последний раппорт я вытянула петлю провязала вернула и провязала накид не забывайте про накид последняя петля раппорта последнего в первом ряду и кромочную провязываем теперь нам нужно повторять этот один единственный в контексте узор и давайте провяжем снимаем кромочную первые три петли это раппорт пропускаем накид это первая петля после него вытягиваем петлю провязываем 2 вместе вернули 2 вместе накид вот здесь в этом месте второй раппорт провяжем и образуется сеточка потому что вы сделали накид и вытягиваем петлю после первого накида 2 вместе вернули 2 вместе накид пропустили вытянули 2 вместе вернули 2 вместе взор очень быстро запоминается и вы не привязаны ни к чему также не забывайте подписаться на мой телеграм-канал сегодня я опубликовала красивые модели шарфов действительно изысканный разного уровня сложности временем заканчиваем провязываю последний раз 2 вместе и не забываем про накид кромочная вот и все для того чтобы закончить шарф мы провяжем 2 ряда лицевыми также как и начинали накиды вот так скрещены провязываем лицевой для того чтобы компактно было и не растянуто по краю изделия все красиво и аккуратно провязываем 1 ряд лицевых и второй второй ряд продажам надеюсь это будет ваша любимая схема вязания шарфа в этом сезоне можно использовать и смешивать разные виды пряжи добавлять например ниточку мохера можно добавить и пайетки если вы хотите нарядный шарф и можно экспериментировать с разными с толщиной пряжи с разными видами далее нам нужно закрыть петли обычным способом закрываем петли и шарф готов провязываю по 2 вместе лицевой и возвращаю делаем это не слишком туго но и не расслаблено чтобы край был такой же ровный как и начала вот и все начало и конец у нас одинаковое надеюсь вам понравился мой мастер-класс если это так то обязательно пишите комментарии читаю все комментарии ставлю лайки не забудьте тоже поставить мне лайк если воспользуетесь этим мастер-классом жду вас в магазине может быть вы захотите повторить в белоснежном варианте а может быть рукой нибудь другой цвет выберите монсерат но в этой пляже очень объемно и красиво смотрится и главное не будет кусать даже самую чувствительную шею это пляжа она очень мягкая и шелковистая целую вас обнимаю далеко не уходите скоро увидимся пока пока